Накануне Нового года в городе открылись сразу несколько ледовых площадок, где желающие могут провести время с пользой для души и здоровья. Подробности у Натальи Приловской. Новогодние праздники – любимое время отдыха и развлечений. В этом году зима в Подмосковье радует снегом и легким морозцам, и желающих с пользой провести время на свежем воздухе становится все больше. В городе стараются создать для этого все условия. Каток и горка на Красной Поляне уже стали очень популярными среди жителей. Здесь многоледно и днем, и вечером. Тем более, что в выходной всех любителей активного отдыха встречают Дед Мороз и Снегурочка. Прекрасное настроение у всех уже чувствуется, приближение Нового года, глаза сверкают, улыбки озаряют. Все-таки замечательный субботний день, и очень рады, что мы так с Дедушкой все-таки решили здесь провести такой большой праздник. Конечно, ребята молодцы, все активно очень участвуют в конкурсах, все принимают участие, и все ждут подарков, наверное, самое главное. Идеальное настроение, каток шикарный, кататься приятно, вот. Настроение просто бомба. Снег уже пошел, ну не так холодно, вот, и хорошо. Отлично, что появился в нашем районе, появилось такое прекрасное место. Ну пока еще не очень умею, но стараюсь. С детьми, с женой ходим, очень нравится. Большая часть катков уже залита. Всего планируется обустроить семь катков. Один из них рядом с крупным торговым центром и микрорайоном Катюшки открывают в канун Нового года. Здесь уже заливают горку, открыт пункт проката коньков, и на льду оттачивают свое мастерство те, кто катается давно, и делают первые шаги начинающие фигуристы. Ну, нравится кататься там. Там потом можно штруйки делать, а потом еще можно пойти на фигурное катание. Здесь раньше у нас было место под парковку тех людей, кто приезжает в торговый центр. А в этом году вот такая хорошая инициатива сделать здесь каток и горку, чтобы дети, родители могли приезжать сюда, кататься на коньках, сходить в торговый центр, сходить в ресторан и в том числе, соответственно, здесь на открытом свежем воздухе покататься. Мы видим, что здесь уже достаточно многое, в основном дети с родителями, то есть как раз та аудитория, которых мы больше всего рады и с удовольствием видим на наших открытых ледовых площадках. Здесь открытый воздух, здесь люди катаются, здесь все как бы, все соблюдают социальную дистанцию, все социально как бы защищены, все за здоровьем следят. Помимо специально оборудованных площадок в Лобне действуют катки на открытых водоемах, покататься можно во дворах, на стадионах, а также в закрытом помещении в Ледовом дворце спорта. Главное – желание провести новогодние каникулы с пользой, удовольствием и хорошим настроением. Наталья Приловская, Сергей Мельников и Денис Рокин. Телекомпания Лобня.